Таким другим и необычным маленькие нижегородцы наш город еще не видели. На этих снимках по главной пешей улице еще ходят троллейбусы, и зовется она не Большая Покровская, а улица Свердлова. А Чкаловская лестница лишь только готовится к тому, чтобы стать самой длинной на Волжских берегах. Более 60 фотографий отпечатанных с пленочных негативов Несона Капелюша представлены сегодня в Русском музее фотографии. Капелюш был очень талантливым репортером. Он видел то, что надо, он владел чувством композиции естественно, он умел общаться. То есть у него было ярко выражено то, что вообще присуще репортеру. Это кадры послевоенного Горького 40-х-60-х годов. Закончилась Великая Отечественная война, и наконец воцарился долгожданный мир, о котором эти люди так долго мечтали. Нижний Новгород, точнее Горький, он здесь все-таки видно, что лично мне это субъективное мнение. Это такой вот очень режимный такой военный город. Вот, и я могу себе только представить в общих чертах, чего стоило вот какие-то вещи снять, которые кажутся естественными в те времена. В 50-е Нессон Моисеевич продал свою лейку, чтобы его не приняли за немецкого шпиона, ведь в то время как раз началась борьба с космополитами, и купил советский фотоаппарат Киев. Правда, объектив все равно поставил импортный. И снимал концерты, шествия, митинги, заводы. Обычных советских людей, строителей социализма, их жизнь полную надежд. Очень интересная, любопытная, там дворец пионеров Чкалова, да, там видно еще идет девушка, видимо, разносчик молока, скромыслом на плечах, вот тоже такой необычный, куда-то спешат, и она кому-то несет молоко, молочница. То есть сейчас мы этого не увидим уже ничего. Работники Русского музея фотографий намеренно не использовали никакой ретуши, проявляя эти негативы, ведь именно по таким малейшим царапинковым потертостям становится ясно, какие снимки ранее проявлялись чаще. По этим критериям сегодня эта фотография признана самой популярной в те времена. Гости этой выставки делятся воспоминаниями о своих любимых местах Старого Горького. И там Мария Ольга, ей сейчас 35 лет, да, она прыгает здесь на краю сцены, а там, братья, заволокены, значит... Ностальгировать, а кому-то и познакомиться с городом середины прошлого века можно до конца июня. Любовь Рубальченко, Владимир Гайдай, Объективное ННТВ.